Победа Одна на всех мы за ценой не постоим Нас ждет огонь смертельный И все ж бессилен он Сомнения прочь уходит в ночь отдельный Десятый наш десантный батальон Десятый наш десантный батальон Едва огонь угас, звучит другой приказ И почтальон сойдет с ума, разыскивая нас Взлетает красная ракета Бот бьет пулемет неутомим А значит нам нужна одна победа Одна на всех мы за ценой не постоим Одна на всех мы за ценой не постоим Нас ждет огонь смертельный И все ж бессилен он Сомнения прочь уходит в ночь отдельный Десятый наш десантный батальон Десятый наш десантный батальон От Кузка и Орла война нас довела До самых вражеских ворот Такие брата дела Когда-нибудь мы вспомним это И не повериться самим А нынче нам нужна одна победа Одна на всех мы за ценой не постоим Одна на всех мы за ценой не постоим Нас ждет огонь смертельный И все ж бессилен он Сомнения прочь уходит в ночь отдельный Десятый наш десантный батальон Десятый наш десантный батальон Друзья, добрый вечер Сегодня в нашей стране великий светлый праздник Праздник самый светлый и радостный Уже сменилось не одно поколение тех Кто своими глазами видел и встречал События мая 1945 года Очевидцев этих событий безусловно С каждым годом становится все меньше и меньше Но все равно мы действительно каждый год мысленно возвращаемся На 70 с лишним лет назад Чтобы вспомнить события мая 1945 года Итак, что для вас означает этот праздник День Победы Присоединяйтесь к нашему разговору в прямом эфире Это программа Добрый вечер, Гомель Наш телефон 37519 Код Гомеля 80232 Ну и не забывайте общаться с нами в Вайбере 8029-237519 Ну а у нас в гостях прошу встречать Наш гостей бурными аплодисментами Константин Сергеевич Мищенко Заместитель директора музея Военной славы города Гомеля Здравствуйте Здравствуйте Юлия Липовская Второй секретарь Гомельского областного комитета Белорусского республиканского союза молодежи Добрый вечер Добрый вечер Ну и вместе с нами сегодня будет говорить А точнее петь на заданную тему О дне победы Великолепный музыкант, поэт, композитор Вячеслав Климович Здравствуйте Вячеслав Раз уж начали с песен Начали с вашего исполнения Скажите, а вот насколько сегодня В репертуаре авторов и исполнителей Актуальна и востребована тема И Великой Победы И Великой Отечественной войны Вы знаете, тема Она тема всегда актуальная Но дело в том, что авторская песня Жанр такой очень личный, очень интимный И люди, которые пишут эти песни Они в первую очередь Высказывают свои личные переживания Личные переживания О том, как они К этому относятся Как они это чувствуют Как они это переживают Как они это помнят Конечно, эта тема Постоянно Где-то появляется В творчестве Многих авторов и исполнителей Ну и, конечно же, еще такой момент Что сегодня день рождения Был атаку лжавый Абул атаку лжавый Это был один из классиков Авторской песни Сформировавший Фактически Язык этого жанра Вот такое еще одно Соходение Великолепно Я думаю, это событие Нужно тоже поддержать Аплодисментами Знаете, вот в чем Уникальность этого праздника Но с исторической точки зрения И вот почему На протяжении Семидесяти с лишним лет Не утихают Разговоры Вокруг этой даты Вот в некоторых Европейских странах Все-таки Чем дальше Тем больше говорят Что именно 8 мая Отмечается День Победы А не 9-го Скажем, как у нас Константин Сергеевич Как бы вы ответили На этот вопрос Продолжая Начнемное рассуждение Действительно Такие моменты существуют Но как посмотреть Дело в том, что Действительно 8 мая 45-го года Был подписан акт О безоговорочной капитуляции Германии В Кархорсте Представителями Верховного главнокомандования Красной армии В частности От имени Советского Союза Капитуляцию принимал И поставил Первую подпись Под актом Георгий Константинович Жуков Маршал Советского Союза Заместитель Верховного главнокомандующего Поэтому Значит Но проблема в чем Почему То есть в Европе Было еще 8 мая Но это был Поздний вечер 22.43 Точнее И Поскольку разница С часовых поясов То Фактически Это было Уже 0.43 По Московскому времени Поэтому И Значит В Советском Союзе Шаракой этот праздник Отмечался Уже 9 мая То есть в 6 утра Радио Передало сообщение О Капитуляции Германии И Так сказать Вот Это было встречено Ликованием Разумеется Ну и Кроме Советского Союза Надо сказать Что 9 мая Отмечают Праздник Как праздник В Великобритании Дело в том Что у них Два дня 8 мая Это День памяти А 9 Это уже Праздник Победы Также С 2000 Годов Это Государственный Праздник В Израиле 9 мая Ну там Много Наших Соотечественников Которые Участвовали В Великой Отечественной Войне Я думаю Что не случайно Их парламент Принял Так сказать Утвердил Такой Праздник Поэтому Ну и Конечно же У нас В Белоруссии После обретения Независимости Он тоже Широко Отмечается Кстати Хотелось бы На этом Немножко Заострить Внимание Вообще Официальное Название Праздника Как оно Звучало Изначально День победы Советской Армии Советского Народа Над фашистской Германией В Великой Отечественной Войне Но как Известно Понятие Советский Народ Армия Союз Сошлись С исторической Арены Вот Как быть Здесь Что изменилось Вот у нас Белоруссов С приобретением Скажем так Когда мы Обрели свою Независимость Ну Большая страна Ушла в историю Лучше Наверное Так сказать И Все термины И понятия Конечно Это наша История Но Что касается Нашей республики То Она Одна из Стран Будем так Говорить Сыгравшая Заметную роль В этой войне Значит Ее В советское время Называли Республикой Партизанкой Вклад Нашего народа Партизаны Партизаны Белорусские сыны Но и не только Партизаны Значит Многие наши Соотечественники Присутствовали Во всех фронтах Значит И Широко Участвовали В этой войне Фактически Скажем Если Брать героев Советского Союза Которые Удостойны Высокозвания За подвиги Это третье место Сегодня В бывшем Советском Союзе Поэтому Это достойно было И конечно же Беларусь Очень пострадала В этой войне И Для белорусов Это был И остается Действительно Праздник Потому что Благодаря Собственно Победе Мы состоялись Как государство В итоге Мы были Страной Учердительницей Организации Объединенных наций Именно Благодаря Вкладу Беларусского Народа В эту победу Поэтому Для нас Это святой праздник Юля Но Ведь Этот праздник Считают Святым Своим Большим Светлым Великим Не только Старшее поколение Но и Молодежь И доказательство Тому Это многочисленные Акции Расскажите Об этом Подробнее Безусловно Молодежь Проводит Огромное Количество Акций Это такие как Спасибо за победу Ветеран живет рядом Цветы Великой победы Вот Буквально С 2015 Года Стартовал Наш новый проект Диалог Поколений Открытые диалоги Многие-многие другие Которые призваны Воссоединить народ Рассказать Молодежи Подрастающему поколению Об уроках Истории И показать Что такого Не должно повториться Ну и В первую очередь Конечно же Они направляют Молодых людей На то Чтобы Оказывать уважение Подрастающему поколению Знать свою историю Уважать И ценить то Что мы имеем В дне сегодняшнем Потому что Слушая вот Рассказы наших Бабушек Даже больше Для меня уже теперь Прабабушек Для нашего поколения Знаете Как-то сложно Вериться в то Что люди Выживали в тех условиях В окопах Более того Жизнь продолжалась Дети рождались Несмотря на то Что был страшный голод И вот именно Сравнивая То что было И то что есть Сейчас Наверное Мы только благодаря Этому понимаем Ценность того Что имеем сегодня Ну вот По вашим наблюдениям Молодежь В какой степени Интересуется Событиями Сороковых Годов Из-за того Что нужно Как-то по учебной Программе Или вот Ваше наблюдение Или все-таки Молодежь Самостоятельная Идет на эти встречи Идет на эти разговоры Начинает Раскрывать Для себя Эту тему Вы знаете По-разному Но Ведь Общаясь С участниками Тех событий Которых К сожалению Как вы уже правильно Отметили Становится Все меньше И меньше Мы узнаем То Чего мы не узнаем В книгах То чего не написано В учебниках Историй То о чем Мы никогда Не прочитаем Это именно Вот Быт И то какой ценой Ведь Учебники не передают Всего того ужаса Всех тех Эмоций И чувств Конечно Даже не каждый Художественный фильм Это передаст Вы знаете Да Поэтому Очень важно Сегодня дойти До каждого Участника Оказать Внимание И конечно же Послушать То Чем они жили И в каких условиях Воспитывалась Молодежь Того периода Вот По вашим наблюдениям Вы Как никто другой Знаете Чем живет Чем дышит Музей Что происходит В его выставочных Залах По вашим наблюдениям Молодежь Сегодня идет Самостоятельно В музее Или Да Я хочу отметить Что вот Сегодня тоже Целый день К нам шли люди И характерно Что очень молодых Людей было Особенно молодых семей Шли парами С детками То есть я считаю Что это нормально Когда уже С самого Младенческого возраста Еще с детской Колясочки Детей привозят К нам в музей Где в общем-то Богатая история Военная И конечно же Львиная доля Наших экспозиций Посвящена Вот этой самой Мощной Последней войне Поэтому И конечно же Музей проводит Значительную работу Сегодня с различными Учебными заведениями С молодыми людьми Поэтому интерес К этой теме Безусловно есть И здесь как бы Не надо заставлять Многие молодые люди Сами приходят Именно Они хотят Знать Они хотят Докопаться до истины Сегодня Достаточно Много источников Главное Чтобы конечно же Они больше Обращали внимание На документы Потому что Ну вы знаете Что сегодня В интернете много Безусловно Содержится Много правды Но много И неправды О былой войне И когда Фальсифицируются Какие-то Отдельные моменты Войны Поэтому Вот Но молодежь у нас Очень умная Думаю Она во всем Сама разберется 3 7 519 Номер нашего Телефона Звоните К нам В студию Мы работаем В прямом эфире Это программа Добрый вечер Гомель Выходим мы Этим замечательным вечером Замечательный день День Великой Победы Звоните И рассказывайте Что для вас Означает этот Праздник День Победы Ну а также Пишите нам На Вайбер 8 0 29 2 3 7 519 С огромным Нетерпением Ждем И все же Новые взгляды У нового поколения Не меняют ли отношения Молодежи К этому празднику К этой дате 9 мая День Победы Об этом мы не только Говорим мы сегодня Вечером В прямом эфире Вы знаете В последнее время Очень много примеров Когда неформальное отношение К событиям военных лет Стало деятельностью Военно-исторических клубов Действительно Сегодня Без людей Одетых В одежду В военную форму Той или иной эпохи Не обходится Ни одно Большое событие Ну даже если смотреть По Мероприятиям В нашем городе Вот Видимо для этого И являются И действуют Военно-исторические Клубы Яркое доказательство Тому в нашем городе Работает Клуб военной реконструкции Честь Мундира Который сейчас Мы можем видеть На своих экранах Их выступления Ну а буквально Сегодня утром Мы встретились С участниками Этого клуба В частности С руководителем Владимиром Колотом Так как В эти минуты Ребята заняты На одной из своих Реконструкций Которые проходят Деревни Поколюбич Ну вот давайте Посмотрим О чем мы Побеседовали С ним Этим утром Утром Девятого мая Сейчас в последнее время Они набирают Практически арифметические У нас обороты И я думаю Что эта тенденция Достаточно Прекрасна Потому что люди Тянутся в первую очередь К истории И чем больше У нас и молодежь Начинают Узнавать Про своих родственников Узнавать Как коснулась Война Их семью Я считаю Что это Прекрасный момент Мы изучаем Реконструкторы Изучают Не только Одну сторону Они изучают И противника Ну опять же И тем самым Становится понятно Все И ужасы И какие-то Поражения Начальных этапов Почему они были В войне Это история Это изучение В первую очередь И костюма И каких-то Тактических И ретро-техники Опять же Я всегда говорю Что мы похожи Хорошо если на 2% На этих победителей Да И дай бог И наша задача Максимально Максимальнейше Достовернейше Попытаться Хотя бы на мизинец Быть похожим Потому что Передать вообще Ужас войны Ну сейчас Нынешнее время Людям Которые Взращены Дома Ну мы стараемся На самом деле И я думаю Что где-то даже Получается Потому что Некоторые верят Что В какие-то степени Что действительно И спрашивают Ты немцы-то настоящие Ты Конечно Настоящие Красная армия Тоже у нас Настоящая Сейчас на Красной площади Мой отец Идет С портретом Бессмертного полка Нашего прадеда За меня За от нашей семьи И мне это очень приятно И вот это меня В первую очередь Очень зацепило Ну Человек относился Я просто Очень бы хотел Честно сказать Что и поехать И вместе с ним Так же пройти Но к сожалению Организация Не позволила Этого сделать Но я думаю Что что-то все равно Вносится Нашей деятельностью Действительно Патриотичного Мне просто будет Всегда приятно Что То что я Когда-то здесь начинал Оно действительно Передается Уже как-то Новым реконструкторам Самый парадокс Что некоторым ребятам Уже больше 10 лет У нас в объединении Пришли еще с мамами За руку А сейчас это юноши Вот Которые до сих пор с нами И это просто Еще опять же Это приятно Спасибо Владимиру Колоту Мы с ним обязательно Еще этим вечером Увидимся И продолжим Наш разговор Ну а мы Недаром переместились В эту часть Нашей студии Вы знаете Обычно Вот эту вот Оружейную горку Можно увидеть Если прийти К вам Музей Музей военной славы Нашего города Но сегодня Так вот чудо Произошло Часть вашего музея Оказалась у нас На прямом эфире Я думаю Стоит рассказать Что здесь Какие экспонаты Представлены И почему именно Они Здесь действительно Представлено Стрелковое оружие Ну и я хочу начать Собственно говоря С тех Кто развязал Эту страшную войну И основное Значит Оружие Их Так сказать Пехотных частей Это Карабин Маузер Образца 1898 года Значит 1938 Вот конкретно Данная единица 1938 года Выпуска Вот это Основное оружие Солдат вермахта С которыми Они пришли Завоевать Нашу землю Ну скажем Если Вот Мы его поставим Сейчас И возьмем Еще Одно автоматическое Оружие То есть МП-40 Скажем На отделение Немецких солдат 12-15 человек Был положен Вот Три таких Автомата МП-40 Ну а остальные Карабины И еще Пулемет МГ Поэтому Вот собственно Говоря Если брать Подразделение Вот Но Враг был Конечно Силен Неплохо Вооружен Но и Нашим с вами Дедам и прадедам Было чем Встретить Неприятеля Наша знаменитая Трехлинейка Мосина Она старше Карабина Маузера Бросса 1898 года Две мировые войны Значит За ее Так сказать Ее Солдаты Проносили За плечами С ними Так сказать Воевали Поэтому Это оно и есть Оружие победителя Да Вот это Оружие победителей Это основное оружие Хотя В Красной Армии В тот момент Были еще В 1940 году Была разработана Замечательная Винтовка Самозарядная Винтовка Токарева Ну Если в винтовке Мосина После каждого Выстрела Надо досылать Патроны в патронник То Вот данная Автоматическая Здесь возвратный Механизм Он сам досылал Патроны в патронник Вот И Здесь уже Если в Мосинке Пять патронов В магазине То здесь уже Десять патронов Достаточно Один раз Перезарядить затвор Чтобы произвести Десять выстрелов Конечно По скорострельности Она превосходила Винтовку Мосина Но дело в том Что нужно было Вооружать миллионы людей Эта винтовка В изготовлении Дороже И поэтому Ее для спецподразделений В основном Выпускали Ну а Традиционно Четыре предприятия Военных заводов Выпускала Винтовку Мосина Поэтому она была основной Ну и конечно же Так сказать Еще один автомат Пистолет Пулемет Шпагина ППШ Его Знают Школьники Вот мы иногда Бываем Так сказать В гостях В наших учебных заведениях Так сказать Здесь бесспорно Все знают Это оружие Это тоже оружие Победителей И примерно Соотношение В нашей армии Было примерно Такое же На отделение Положено было Три автомата ППШ Допустим Ну а дальше Винтовки Карабины То же самое Поэтому вот Скажем Вот такой Автомат Он сегодня Тоже представлен В экспозиции Нашего музея Спасибо вам большое За этот удивительный Экскурс За эту экскурсию По вашему музею В рамках Нашей телевизионной студии Проходите пожалуйста На Наш диванчик Вы знаете Друзья Продолжая нашу программу Хочется сказать Что мы уже знаем Как выглядят солдаты Победители Об этом нам рассказал Руководитель клуба Честь Мундира Мы знаем Как выглядит оружие Победителей Но Вот Вячеслав У меня к вам вопрос А Скажем так Какая же она Песня Победителей Что пели В том далеком 1945 году Можете вспомнить Думаю Что кроме всего Такого Как сказать слово Боевого Задорного Наверное Пели лирику Вот я хочу спросить Насколько была уместна В то время Лирика Она помогала выживать Мне кажется Очень трудно было выжить Без ощущения того Что тебя Кто-то ждет Кто-то любит И кто-то Ну в общем В песне В песне все хорошо сказано Песня Листова Землянка Зендрия Ну вот хотел сказать Зендрия Ну что ж Друзья Давайте встретим Аплодисменты Бьется в тесном Печутке Огонь На поленях Смола Как слеза И поет мне В землях Гормон Про улыбку Твою И глаза Про тебя Мне шептали Кусты В белоснежных полях Под Москвой Я хочу Чтобы слышала ты Как тоскует Мой голос Живой Я хочу Чтобы слышала Ты Как тоскует Мой голос Живой Ты уже Далеко Далеко Между нами Снега И снега До тебя Мне дойти Нелегко А до смерти Четы Шага Пой Гармоника В юге Назло Заплутавшее Счастье Зови Мне В холодной Тем Землянке Тепло От твоей Негасимой Любви Мне В холодной Землянке Тепло От твоей Негасимой Любви Тепло 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 Спасибо огромное! А знаете ли вы, что в песне «В землянке» она, между прочим, самое что у меня есть авторское. Все-таки у этой песни есть и авторы музыки, и авторы слова. Я даже нашел, наши редакторы помогли мне найти эту просто невероятную историю, которую я хочу рассказать и вам, и нашим телезрителям. Собственно, песней она стала называться «Десять лет спустя после войны», когда и была впервые исполнена по радио. В 1941 году военный корреспондент Алексей Сурков во время небольшой передышки, во время боев под Москвой написал письмо своей супруге 16 рифмованных строчек. А в 1942 году еще не композитор, а просто краснофлотец Константин Листов написал для нее несколько музыкальных аккордов. В 1998 году на том месте, где стояла та самая землянка, была установлена мемориальная доска. Сейчас мы видим ее и в нашей студии на экранах телевизоров. Вот такая вот история. Есть ли что-то дополнить? Не дополнить. Слава, а вот в вашем репертуаре или в репертуаре клуба, который вы представляете, есть какие-то специальные посвящения победе и насколько они распространены, скажем так, среди современников? Вы знаете, ну это уже вопрос смежный с тем, который, в общем-то, был, звучал изначально, в самом начале. Да, но я могу сказать, что мы поем очень много песен Булата Акуджавы. Песни человека, который прошел войну, человек, который написал очень много замечательных песен, именно вот и, скажем так, и про войну, и, скажем так, с настроениями вот того времени, что человек переживал, находясь в такой ситуации. И, конечно же, песни людей, которые были очевидцами войны. Например, вот поэт Дмитрий Антонович Сухарев, который родился в 30-м году, но он помнит начало войны. И вот его песни, та же самая песня «Вспомните, ребята», мы поем. Да, в общем, так вот вспоминать много, чем можно вспомнить. Много песен, конечно, есть. Я напомню номер нашего телефона, 3-7-519, присоединяйтесь к нашему разговору, не стесняйтесь позвонить к нам в прямой эфир. Ну, а также, смотрю, вайбер наш понемногу заполняется вашими сообщениями. Напомню номер, 8-0-29-2-3-7-519, пишите вопрос сегодняшнего эфира. Что же для вас значит праздник День Великой Победы? Вячеслав, ну, раз у нас уже пошла, скажем так, песенная часть нашей программы, то, я думаю, эти аплодисменты, которыми поддерживает вас вся студия, мы попросим вас исполнить еще одну песню в нашем эфире. Что это будет за песня? Ну, вот я уже сказал, наверное, да, забегая немножко вперед, да, песня. Вспомните, ребята, музыка Виктора Берковского, стихи Дмитрия Антоновича Сухарева. Кстати, Дмитрий Антонович Сухарев, большой друг нашего города, я приглашал его на фестиваль авторской песни в Гомель, приезжал он два раза сюда. Вот, и эта песня скучала в Гомеле в авторском исполнении. Ваши аплодисменты. И когда над ними глянул смертный гром, нам судьба иное начертала, нам непризывному, нам неприписному воинству окрестного квартала. И навечно головами вспомнил их сегодня, всех до одного, вымастивших страшную дорогу. Скоро, кроме нас, уже не будет никого, кто вместе с ними слышал первую тревогу. И когда над нами глянул смертный гром, трубами районного оркестра, мы глотали звуки ярости и муки, чтоб хотя бы музыка воскресла. Вспомните, ребята, вспомните, ребята, вспомните, ребята, это только мы видали с вами. Как они шагали от военкомата с бритыми навечно головами. Как они шагали от военкомата с бритыми навечно головами. Спасибо, Агонэ, за эту песню. А ваш вокал, ваше исполнение мы сегодня вечером еще услышим. Юля, у меня вопрос к вам. Лучше вас пока что в нашей студии, во всяком случае, чем живет и дышит молодежь, никто не знает. Вот поет ли молодежь вообще сегодня военные песни? Только честно. Безусловно, молодежь пела, поет и, я уверена, будет петь военные песни. И я вам больше скажу, много лет подряд Союзом молодежи проводился конкурс, фестиваль песни юности наших отцов. Со временем он перерос и трансформировался в конкурс авторской бардовской песни «Цветы Великой Победы». Я вам даже открою секрет. Победитель республиканского финала в номинации «Исполнитель» сегодня здесь находится в студии. Хотите, угадаю, кто? Попробуйте. Вячеслав Климович, он единственный у нас сегодня за гитарой сидит и молчит. Поздравляем. Так вот, фестиваль появился новый, но именно в городе Гомеле, только в нашем областном центре, сохранилась традиция и ежегодно в день 9 мая, и сегодняшний день не исключение, на летней эстраде нашего замечательного парка проходил фестиваль песни юности наших отцов. Я думаю, что эта традиция продолжится и втреть, и таким образом... Союз молодежи является идейным вдохновителем, и сегодня именно под эгидой Белорусского республиканского союза молодежи состоялся этот замечательный фестиваль. Это все хорошо и великолепно, но вот вопрос, возможно, провокационный, но все-таки. Военная форма, военные песни, это... не может ли это выглядеть, например, как дань моде? Или это все-таки на самом деле желание узнать свою историю у молодых людей, у молодого поколения? Это в некоторой степени и дань моде, потому что и в странах постсоветского пространства активно это движение развивается правильно, но и мы все знаем, что народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. Это безусловно. Поэтому стремление молодежи знать свою историю, и, собственно говоря, как и я, и вы, наверное, все присутствующие в студии, и зрители у телеэкранов, наверное, как каждый уважающий себя гражданин, как гражданин Республики Беларусь, должен знать свою историю, хотя бы иногда ей интересуется, правильно? Не только в рамках школьной программы. Безусловно. И вы знаете, мне очень сильно греет душу тот факт, что не только программа «Добрый вечер, Гомель», но и, в частности, эфир 9 мая соединяет нас несколько поколений. У нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Алло. Да. Здравствуйте, мы вас слушаем. Вы в прямом эфире. Давайте с вами знакомиться. Давайте. Я Раиса Федоровна. Раиса Федоровна, здравствуйте. С праздником вас. С Днем Великой Победы. Спасибо. Бывший узник концлагерей. Было в Германии. Низкий вам поклон за то, что вы сделали. Вот. Вот я, я вот сейчас смотрю, и что значит дала мне война? Мне война, победа, дала жизнь. Мы были в Германии, когда объявили победу. Вот. Так что победа для нас, ветеранов, участников, узников, это большая радость. Спасибо вам за то, что вы есть. Те аплодисменты еще раз вам. Низкий вам поклон. Еще раз с праздником вас. С Днем Великой Победы. Спасибо. Ну, а я хочу перейти к нашим сообщениям в Вайбере. Итак. Здоровья, бодрости нашим ветеранам, погибшим и ушедшим в мир иной вечной памяти. Это сообщение пришло от абонента последней цифры 235. День Победы самый великий праздник из религиозных Пасх и из светских только День Победы. С Днем Победы, город Гомель. Спасибо вам тоже в ответ. Держите наши поздравления. Спасибо деду за победу. Сергей. Мой дедушка прошел всю войну, награжден двумя орденами. Жаль, не дожил до сегодняшнего дня. Спасибо ему и всем, кто выиграл эту войну. Кравченко, Андрей. Друзья, активнее присоединяйтесь к нашему разговору в прямом эфире. Ну, а тему сегодняшнего дня, Дня Победы и уже начатого разговора, я предлагаю продолжить еще одним видеоблоком. Как я и обещал, продолжим разговор с руководителем Клуба исторической реконструкции Владимиром Колотом, после чего обязательно вернемся в студию и продолжим наш прямой эфир. Не переключайтесь. Нам все время спрашивают, когда кончатся ветераны, для кого будете ходить? Знаете, мы будем ходить в первую очередь для себя, как мы и ходили. Делали реконструкции, парады. Ну и ради памяти тех людей, которых уже нет, которые освобождали нашу Белоруссию. Зачастую, естественно, каждый из стран пытается больше прописать, конечно, значимости в Великой Победе, конечно, именно своей. И, скажем, некоторые страницы истории сейчас разворачиваются совершенно на 180 градусов, да, у нас. Ну, самый, скажем так, лучший реконструктор – это тот, кто не ударяется в политику в первую очередь. И поэтому ребята, имея эту мудрость, ну, определенную, достаточно мудро отвечают на ряд вопросов и так далее. Потому что мы приезжаем, естественно, как бы в гости, нас приглашают. И мы приезжаем с оружием, мы приезжаем как военные историки, которые привезли в первую очередь военные костюмы. У каждого человека, я считаю, что должно быть свое мнение. Естественно, ребята без доказательств, но мнение оно у нас есть, лично у меня, у наших ребят. Потому что, ну, наши деды воевали. Мы не можем сейчас, лично, вот сейчас это поколение, лично для меня как-то по-другому смотреть на историю. Суть нашего военно-исторического объединения, это почему и название, да, честь мундира. Мы реконструируем простую обычную пехоту и вермахта, и Красной Армии. И для каждых была своя присяга, и своя честь, и доблесть. И парадокс в том, что у нас очень толерантны наши члены. Когда само зерно такое, то и люди потихонечку сами становятся толерантными. И у нас большинство ребят, у нас по нескольку комплектов униформы. Допустим, сегодня вы на параде даже видите ребят красноармейцев, но уже вечером на реконструкции некоторые будут со стороны противника. В этом я считаю, что есть реконструктор, который реконструирует, в первую очередь, костюм. Мы не занимаемся именно политическими никакими реконструкциями. Ничего не доказываем. Немецкая армия принесла, в первую очередь, нам разорение, горе, убийство. Как бы она ни была честна, доблестна и так далее. Поэтому это будет правильным, на самом деле, тогда. Но, тем не менее, я могу сказать немножко по-другому. Как мы сейчас относимся к наполеоновской армии? Мы с вами относимся сейчас уже, в первую очередь, к костюмам. То есть идеологии, что это Наполеон, хотя я думаю, что точно так же еще тогда относились бы враждебно к наполеоновской форме и так далее. Поэтому для нас, я еще раз повторяю, мы униформисты, в первую очередь. Ну, вы знаете, есть такая фраза, да, пока живет человек до тех пор, пока есть память о нем. Поэтому мы вот восстановленной техникой, восстановленной костюмой несем какую-то память. И передаем ее следующим поколениям. Потому что, к сожалению, сейчас мы сталкиваемся с тем, что красноармейца в 41-м году одетого по 41-му году путает, говорит, а это немец или нет. Понимаете, поэтому задача униформистов просто очень четко отреконструировать сам костюм. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, наверное, я с детства играл войну, как любой мальчишка. И мы играли как раз вот других, так сказать, у нас еще там моментов западного кино не было совершенно, боевиков. И я хочу сказать, что для меня лично было сложно, я всегда был за наших. Но, с другой стороны, значит, колот прав в том плане, что нужно знать, потому что, чтобы не путать и знать. И с морально-этической, конечно, я отношусь к ним теперь уже со снисхождением. А вот, но и с другой стороны, мы же знаем примеры, скажем, Вячеслав Тихонов, великий артист, играл в 17 мгновений весны, был одет в эсэсовскую форму. Вот, он играл разведчика. Тем не менее, значит, он же одевал, вынужден был это делать. Поэтому и сегодня те люди, которые реконструируют форму, они показывают, как выглядел враг в тот момент. И дабы, наверное, вот с точки зрения только познавательной, может быть, образовательной. А с другой стороны, как бы, ну, естественно, что, ну, лично у меня эта форма не вызывает восторга. Спасибо вам за ваше мнение. Но, вот вы знаете, объективно еще для любого государства первостепенные значения всегда имеют праздники, символы, которые отождествляют независимость. В нашей стране это, безусловно, дата 3 июля, день независимости. Но и по стечению обстоятельств этот праздник тоже, скажем так, в какой-то степени день победы. Это день освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков. Вот как сегодня соотносить эти две даты, 9 мая и 3 июля? Я бы, Юлия, и вам хотел бы адресовать этот вопрос. Что вы скажете, ваше рассуждение на этот счет? Вы знаете, это две даты и 9 мая и 3 июля. Я бы сказала, это вот самые-самые такие глобальные, которые мы каждый год ждем с особым трепетом, инициируем какие-то новые проекты. Ну и понятно, что благодаря 9 мая, благодаря тому, что мы обрели независимость, имеем мирное небо над головой, и день независимости является логическим продолжением того, что была освобождена в 45-м году наша страна. Может, есть что продолжить? Ну, я единственное, что добавлю, действительно, значит, одной без другой даты они как бы существуют параллельно. Потому что, ну, мы знаем, что 3 июля была освобождена столица Советской Белоруссии, город Минск, в ходе операции Багратион. Это одно из крупнейших, одно из крупнейших сражений. Вот, собственно говоря, эта операция вот послужила прологом победы, потому что образовалась дыра 400 километров, которую уже никто не заполнил. И, собственно говоря, освобождение Белоруссии, фактически это уже был крах Германии. То есть, просто оттягивалось время. Поэтому, конечно же, дата 3 июля, она очень значимая, и день независимости, это, без слов, такой же важный праздник для нашей республики. Вот именно если брать уровень нашего государства, и, собственно говоря, оно и состоялось благодаря тому, что мы сохранили наш народ, и появилась возможность, так сказать, уже строить мирную жизнь. Вот. Отогнал фашистов, можно было заняться уже восстановлением народного хозяйства. Ну и в этом отношении наше положение Гомеля тоже уникально, потому что отсюда как бы замышлялись эти гениальные планы уже в начале 44-го года, еще до освобождения здесь прошла сессия Верховного Совета у нас в Белице, которое заложило основы послевоенного устройства нашей республики, восстановление тех разрушенных городов, сел, промышленности, то есть сельского хозяйства и так далее. Конечно, тем очень много и много вопросов, которые хотелось бы обсудить за это время, и очень жаль, что время проносится очень быстро, время, к сожалению, не резиновое, но все-таки какое-то время я позволю себе уделить вашим смс-сообщением. Добрый вечер, Гомель. Поздравляем всех с Днем Победы, мира и благополучия. Вам также ответное поздравление. Держите. Каждая семья пострадала во время войны. Моя бабушка, 15-летняя девочка, была угнана в Германию. Эту историю сегодня знает вся наша семья, поэтому День Победы – это особый праздник семья Литвиновых. Ну, я думаю, что такая история найдется в каждой белорусской, в частности, в каждой гомельской семье. Спасибо вам за ваши эмоции, за ваши истории. Родных, любимых, с праздником желаю мира всем. С Днем Победы, Никита, город Гомель. Никита, тебя тоже. С Днем Победы. Расти большой, крепкий, сильный. Мой дед из деревни Белановичи Петриковского района не вернулся с войны. И День Победы для моей семьи – это прежде всего День Памяти. Максим, город Гомель. И вот, вы знаете, еще пришло одно интересное сообщение. Мой дед-уроженец Ельской деревни Владимир Антонов погиб на французском острове Орлеон. Был там в плену, руководил освободительным движением. Моя бабушка знала о его судьбе, а моя бабушка не знала о его судьбе 19 лет. Ждали. Меня назвали в честь деда, а я своего сына. Теперь в нашей семье три Володи Антоновы. Вы знаете, друзья, эта история у нас имеет продолжение, потому что моя коллега Наталья Володец делала целый материал об этом человеке, об этой истории. Давайте без лишних слов посмотрим, что же у нас получилось, что же узнали наши корреспонденты. Остров Орлеон. Второй по величине после Корсики. Место рыбаков и виноделов. Один из главных остричных центров Атлантического побережья Франции. Говорят, с его пляжей можно увидеть знаменитый форт Бояр. Каждому любопытному местные жители обязательно рассказывают историю про героев, которые в 1945 году освободили их остров от фашистов. Особую роль в этих событиях сыграли русские мигранты и советские узники острова. Одним из них был белорусский парень Владимир Антоненко. В тайне от матери откопал во враге спрятанные типографские шрифты, чтобы печатать листовки, помогать партизанам. Немцы схватили его в Мозыре во время облавы и угнали в Германию, а оттуда на остров в Атлантическом океане. В 1943 году небольшой остров Алерон был превращен гитлеровцами в укрепленный район. Здесь, в немецком плену, Владимир Антоненко провел несколько лет. На тяжелых работах по строительству укреплений и обслуживанию артиллерийских батарей немецко-фашистское командование использовало советских военнопленных, а также насильно угнанных советских граждан. Именно из них образовалась группа сменчаков, которую возглавил белорусский парень с Полесья. Оказавшись на острове, Володя сразу стал разрабатывать детальный план освобождения Алерона. Его группе узников удалось взорвать немецкий склад боеприпасов и уничтожить замки орудий. Благодаря этому 30 апреля 1945 года, когда французская армия начала наступление на остров, гитлеровские артиллеристы просто не смогли открыть огонь. Владимир Антоненко погиб в день освобождения Алерона от фашистов за несколько дней до победы. 19 лет не знала мать о своем сыне. Ждала и верила, что Володя вернется. И лишь в 1963 году ей сообщили, что сын погиб в 45-м, на далеком острове, в Бескайском заливе. Вскоре пришла еще одна новость. Ее Володя – герой. И посмертно награжден медалью за отвагу. Но в семейных альбомах хранятся фотографии с изображением далекого Алерона, напоминая о мужестве и бесстрашии парня с Полесья. На французском острове есть две могильные плиты. Они отличаются от остальных. Рядом с трехцветным флагом на камне высечены серп и молот. И написаны именно тех, кто остался у побережья Франции навсегда. Есть здесь и имя белоруса Владимира Антоненко. Франция помнит, так гласит надпись на его могиле. И это вы... Вот такие вот истории бывают в этой жизни. Вот, наверное, пока смотрели это видео, у вас тоже появились какие-то мысли. Все-таки в далекой Франции, на чужой земле погиб наш белорусский парень, который сражался за ту землю. А вот, например, что делается сегодня у нас для того, чтобы тех ребят не забыли? Ну, я хочу сказать, что... И много ли таких случаев? Ну, случаи были. Конечно, скажем, в экспозиции нашего музея Владимиру посвящен тоже. Есть его фотографии, есть схемы этого острова, есть фотография могилы. Поэтому мы своим посетителям рассказываем об этом подвиге. А таких случаев очень много, даже личностные. Моей жены дед попал в Норвегию, под Курском, на Курской дуге попал в плен и оказался потом в составе норвежского сопротивления. Поэтому, к сожалению, сложно даже мне, как историку, найти, так сказать, корни. Отсутствие знания прочных иностранных языков мешает в этом деле. И много других, конечно же, наших ребят, оказавшись в неволе, освобождались и, так сказать, вносили свой клад в общую победу. Поэтому историки занимаются. То есть не все забыты. И вот наглядный пример с Владимиром, что и журналисты в курсе, и историки в курсе. Это замечательно, что этого человека помнят. Юль, скажите, а вот среди молодежных движений есть ли, скажем так, тоже увлеченные молодые люди, которые идут и ищут вот эти имена, этих героев? Какие-то откапывают новые факты? Безусловно, есть и такие инициативы. Одна из них прочно обосновалась в нашем городе. Это акция «Гомель помнит», инициированная самой молодежью. И, кстати, сейчас в эти часы она проходит на Аллее Героев по улице Советской, когда молодежь по зову сердца приходит и выкладывает из зажженных лампадок большую-большую надпись. «Гомель помнит» в память о тех, кто отдал свои жизни за мирное небо, за то, чтобы мы сегодня мирно трудились и строили наше процветающее государство. Спасибо вам большое. Друзья, ну а я хочу познакомить вас еще с этими гостями в нашей студии. Расскажу небольшую историю. Предприниматель Владимир Котов самостоятельно обнаружил новое захоронение периода Великой Отечественной войны. Захоронение находится в районе деревни Красной. И вместе с поисковиком, краеведом Николаем Васильевичем Басинковым они сегодня у нас в студии для того, чтобы рассказать эту историю. Здравствуйте, эти аплодисменты вам. Владимир Александрович, хотелось бы начать с вас. Расскажите вашу историю, с чего все началось. Как так получилось, что вы, предприниматель, занялись таким вот делом? В начале войны вокруг Гомеля было построено 28 километров противотанкового рва. Часть этого рва проходила возле нашей деревни Красная. Мой отец стал свидетелем, когда он обрезал провода, он увидел, когда немецкие машины подъехали к этому противотанковому рву и стали выгружать оттуда людей. Это были гражданские и также военнопленные. Они их высадили, отец спрятался и решил понаблюдать, что будет происходить. Он увидел, что немцы начали расстреливать их. Если я правильно понимаю, вы эту историю узнали от отца. Сколько отцу тогда было лет? Ему было 17 лет. Ну, он такой был любопытный и все это наблюдал. Когда немцы уехали, ему стало еще интересно посмотреть, что же там, кого они расстреляли. Он пришел к этому месту, подошел к противотанковому рву и увидел, что из земли еще один в форме красноармейца вылез из земли и попросил его, чтобы их когда-нибудь по-человечески похоронили. Вот эта история затронула меня, я чувствовал, когда отец это рассказывал, свои переживания. Сколько вам было лет, когда отец вам рассказал эту историю? Ну, это, наверное, и школа, как бы, и после школы, уже после армии я закончил военное училище, отслужил, как бы, закончил. И он неоднократно, когда история возвращался, и она меня все волновала, я уже после смерти его решил все-таки найти это место. Отец рассказывал, но местность изменилась, там построили дорогу обездную, ее тогда не было. Дорога проходила мимо Красного, там, в сторону Урицкого. Ну, и так как не было возможности все это точно установить, мне Николай Басенков подсказал, что есть возможность сделать аэрофотоснимок, которые находились в Америке. Николай, я уже немножко про вас рассказал, что вы краевед, и вы занимаетесь разведывательной работой. Как так получилось, что ваши с Владимиром Александровичем пути пересеклись, и вы узнали про его историю? В этом месте проводились поисковые работы, поисковой группой, наша доблестна 52-го поискового батальона, и я в этом месте оказался случайно, присутствовал при поиске этого рва. То есть вы вместе искали одно и то же место, получается? Да, получается так, но видя, как они проводят работу, поисковые мероприятия, то есть получилось как слепые. В общем, информационный лист был составлен, а места конкретно указан не было, и для них это, чтобы найти в квадрате 500 примерно на 500, это оказалось довольно-таки сложно. И вот я благодаря тому, что занимаюсь, веду форум, на форуме выставил такое обращение, чтобы для того, чтобы нужно продолжить дальнейшие поиски, необходима аэрофотосъемка немецкая. Ну, естественно, через интернет Владимир вышел на меня, мы с ним согласовали, обсудили все это. Если я не ошибаюсь, слышал историю, что для того, чтобы достать, по-моему, вот этот вот снимок, который сейчас у нас представлен в студии, пришлось очень-очень сильно постараться. Ну, это часть этого снимка. Весь снимок, он гораздо больше, это только фрагмент от снимка. Это фрагмент снимка какого года? Это фрагмент снимка, май 44-го года, май 44-го года этот фрагмент. И он довольно-таки, получается, для нас дорогостоящий, чтобы его приобрести, очень сложно. Откуда этот снимок вам достался, из какой части земного шара? Да. Естественно, есть такая США, Соединенные Штаты Америки, оттуда. Через Москву есть там специалисты, которые занимаются этим делом, связываются с ними. И каким-то образом пришлось вот добывать это дело. Для меня, вот как для простого обывателя, этот снимок мало о чем расскажет. А какую историю, в чем помог вам этот снимок, что вы там увидели, о чем он вам рассказал? Я уже человек, который занимается, наверное, поисковой деятельностью много лет. Тем более, сам авиатор связан. Немножко понимаю аэрофотосъемки. В общем, определили мы местонахождение рва, привязались по координатам к теперешней космической съемке, вычислили координаты. И благодаря этому мы практически установили точно по ДЖПРе с координатами место прохождения этого рва. Ну, а дальнейшее уже оказалось дело случайным. Благодаря Владимиру Котову он на месте проживал там, это самое. И дальнейшая работа известна. Николай Владимир, наверное, логичный вопрос. В какой стадии, скажем так, находится сейчас поисковая работа и что осталось сделать? Если я правильно понимаю, вы уже практически нашли то место и, собственно говоря... Сейчас стоит вопрос, чтобы приехала эта поисковая группа, которая занимается именно раскопками. Все это дело проделала и дальнейшие будут показатели известны после раскопок. А так сейчас говорить, сколько там лежит и сколько там находится, это, конечно, предполагается, что очень... По рассказам местных жителей, очень много. Сколько это очень много? Может быть, и тысячи, может быть... Константин Сергеевич, как вот ваша структура и вот труды, которые проделали наши гости, можно совместить для того, чтобы получить... Я думаю, что это уже впоследствии действительно. Это фотофиксация, потому что история пишется и сегодня. Поэтому, если такие работы начнутся, конечно, это все надо заснять, документировать, чтобы использовать потом, так сказать. И я думаю, что на этом месте нужен какой-то памятный знак и так далее. То есть... Известно людям. Чтобы люди знали. Спасибо большое за вашу проделанную работу, за то, что заглянули к нам сегодня на вечерний эфир. Вот еще буквально несколько сообщений. Спасибо клубу «Честь Мундира». Очень реальные реконструкции делают ребята. Молодцы. Гомель, с Днем Победы. Напоминают наши зрители. Скоро салют. Спасибо. Постараемся не пропустить. Добрый вечер. Всех с Днем Победы. Благодарю всех солдат, героев за мир. И не забуду те, кто положил жизнь на алтарь человечества. Спасибо, Михаил Наровля. Спасибо, Михаил. Спасибо всем зрителям за ваше сообщение. Вы знаете, завершая наш сегодняшний эфир, хотелось бы от каждого гостя услышать, что же для вас является День Победы. Юлия, для вас как представителя молодежной организации я бы хотела начать. Ну, для нас, как детей уже нынешнего поколения, нынешнего времени, конечно же, это праздник мира, это праздник жизни. И, наверное, в первую очередь День Памяти. Памяти, скорби. И хочется пожелать в этот день, чтобы все наши победы были направлены на благо и процветание нашей страны, чтобы впредь подобного не повторилось. Чтобы каждый день наш был мирным, теплым и цветущим. Спасибо, Константин Сергеевич. Ну, для меня, как для историка, это особый день, поскольку мы, как бы, говорили в целом о победе. Но мы, если образно так сказать, это была победа света над тьмой. Потому что, вы знаете, что лидеры рейха, которые развязали эту войну, собственно говоря, они олицетворили собой темные силы. А у них сильно развит был оккультизм. Они готовы были положить на алтарь их богов все человечество. И поэтому это вот избавление народа в мир от этой страшной чумы, вот это вот, видимо, надо, чтобы это сегодня молодежи, все последующие поколения это знали. И сегодня, конечно, победа нуждается в защите. Вот мы с вами, я думаю, что в этом плане тоже должны свою лепту внести, потому что пытаются переписать историю, пытаются исказить, пытаются поставить на один уровень там Гитлер, Сталин, Германия, Советский Союз. То есть, надо давать отпор. Но слишком мы дорогую цену заплатили за эту победу, чтобы кто-то пытался у нас ее украсть. Поэтому для меня и в личном плане, я, к сожалению, так и не смог увидеть ни одного своего деда. Один погиб под Сталинградом, другой умер от ран уже задолго до моего рождения. Поэтому действительно это едини памяти и скорби, но это радость. Все-таки это победа света над тьмой. Владимир Александрович, вам буквально несколько мгновений. Что для вас День Победы? День Победы это то, что мы сейчас можем жить, любить, радоваться жизни, продолжать то, что нам дали возможность наши деды и отцы. Поэтому эта победа, я думаю, что мы хотим, хочется воспитать детей, чтобы для них всегда было мирное небо, чтобы они не видели того ужаса войны, чтобы всегда у них в глазах была радость. Вот это для меня победа. Николай Васильевич. Для меня этот день особый день в году, особый праздник. Я в этот день, как офицер, одеваю свою форму военную, иду на празднования. В общем, довольно-таки. Спасибо вам большое. Вячеслав, я хотел бы спросить, что для вас День Победы, но у вас в руках гитара, поэтому я думаю, что вы об этом лучше споете, а мы вам в этом поможем. Эти аплодисменты вам. Песня, которая сейчас прозвучит, песню, которую все очень знают и очень ассоциируют именно с этим праздником. В свое время я поступал в музыкальную школу, я пил на вступительном экзамене, пил эту песню. Вот такая. АПЛОДИСМЕНТЫ День Победы День Победы Порохом пропаг Это праздник С сединою на висках Это радость Со слезами на глазах День Победы День Победы День Победы Порохом пропаг Это праздник С сединою на висках Это радость Со слезами на глазах День Победы День Победы День Победы День Победы День Победы